Девушки отдыхают Че, я, наверное, домой поеду? Я хочу быть каким, я... Не, ну, блядь, хоть серфером встать, блядь. Кроме жипа мужской я не видел, нихуя. Паша, заткнись, пожалуйста. Сладость такая, да? Занимаюсь разведением шпицов. Паша, заткнись, пожалуйста. Я вот сейчас сижу трезво абсолютно. С двухкапельниц пока уехал, я б то, блядь. Битбокс. Это Фрэнк Байбаста, вопрос Реброна, Мессийская 24. Сегодня у нас в гостях не просто человек, человек, которого мы очень сильно любим, следим за ним. Замечательный, удивительный, уже освобожденный. Паша Техник. Первый вопрос. Меня зовут Дарья. Паш, как ты считаешь, Тимати, он больше рэпер или серфер? Тимати? Да. Ну, он такой талантливый. Вот я так... Для меня он реально талантливый. Я бы, конечно, с ним не стал бы ничего делать. Почему? Ну, в музыкальном стиле. Да. А в какой-то коллаборации там пончиков там. Ну, и то, если не объебал бы. Ты же... Я не знаю, что там. Так, короче. Тимати, короче, у него своя карьера. Но то, что он серфер, это мало. Это мало. А первый вопрос был, какой? Рэпер или серфер? Рэпер. Конечно, рэ... Рэпер. Паша, выдохнуть, брат, я тебя прошу. Я хочу быть как Тимати. Не, ну, блядь, хоть серфером стать, блядь. Не, ну, какие... Блядь, я обожаю. Меня зовут Катя. У меня есть вопрос к вам. Я знаю, у вас много бизнесов. Вы занимаетесь боксом. Вы пишете музыку. Как вы отдыхаете по вечерам? Как вы расслабляетесь? Да ничего необычного. Просто, как и все, смотрю сериалы, документалки там всякие интересные. Последнее, что смотрел, могу посоветовать, на Кионе вышел документальный фильм про Пашу Дурова. Интересно было, как он все это создал вообще технически. Как получилось реализовать такой сложный, громадный проект. Еще 12 лет назад я закидывал свои треки в ВК. Там у меня был первый фидбэк. Ну и хейт, конечно. Короче, жизнь там была настоящая. Понимаете? Было поэтому интересно посмотреть. Паша об этом никогда много не рассказывал никому. А потом вообще куда-то и пропал. Поэтому посмотрел с удовольствием и вам советую. Ну а сейчас смотрю Вертинского на Кионе. Там музыка, тусовки, алкоголь, женщины. Ну все как у молодых рэперов. Только в 19 веке. В общем, смотрю сериал. Подписан почти на все. Netflix, Кион. Смотрю наши зарубежные. Главное, чтобы продукт был качественный. Если кому-то интересно, всем, кто здесь и всем, кто смотрит, у меня есть промокод на 2 месяца бесплатной подписки в онлайн кинотеатр Кион. Ребят, короче, вбивайте Кион Баста и смотрите все, что нравится. Давайте следующий вопрос. Привет, меня зовут Игорь. Такой вопрос у меня. Игорь, здорово. Салют. Такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как правильно надо входить в хату. И дай три рекомендации, чтобы сохранить свою жопу. Че, я, наверное, домой поеду? Подожди, а че, зачем тебе это знать? Бля, я... Ты такой вопрос задаешь, как вот точно хочешь, чтобы тебе там жопу распечатали. Интересует. Интересует. Ну, во-первых, заходи, как положено, мужичком. То есть, не по сироколам, там, сумочками. А так зашел, здорово, мужики, че тут, епты. А, ну нахуй все. За положением кто централь это? Нет? Да, все. Расход. Я здесь буду за общим отвечать. И все, ты уже... И что, тебя нагибают и дерут прямо сразу после кристалла. Короче, у тебя какая цель? Сохранить? Да, да, да. Не ходи в баню, когда больше народу ходит. Поменьше в баню. Штанишки вот эти, обтягивающие зимние, вот эти, понял? Тоже ни к чему. Не поймут люди. Там сидят те, кто, блядь, кроме жопы мужской не видел. Нихуя. Ты, прикинь, и ты такой, блядь. Сладость такая, да? Да там не... Я даже могу перекрыстся. Хотя я-то так, на лайте, нарослава. Так вот. Ну и поменьше пизди, чтобы вот это, выебли, не выебли. Там сразу зуб, опа, ухом. Да кого там, ебать? Где трещит, да? По уши, парусина, да? Еще есть вопросы? Нет, спасибо. Спасибо. Неужели его так волновало эта хуйня? Не, правда, суть нашего штаба, что это не мы придумываем вопросы, а люди пишут вопросы, мы их приглашали, они задают. Ай. Как ты вообще, скажи мне, ответь на вопрос, как ты попал туда? Тебе поймали бухого? А, ну чуть-чуть ты был в изюм, да? Нет, я вообще был... Подстава? Да нет, я там виноват был во многом. Скажи вообще, ты когда одуплился, что ты приехал уже? Сюда? Нет, туда. В лагерь. В лагерь? Ты сразу одуплился, ты на свежем был или нет? Я... Не, меня кумарило, вообще пиздец. Я на Гинске был на Централе, ничего вообще не понял. Потом меня увезли в УФУ. Да и... А там УФА, там лагеря вот эти печальные. Я такой думаю, вы все пиздец. А потом раз, два, получается момент, что можно на Рязани. Я такой, вообще кайф, ёпта. Попадаю в Рязань 7 месяцев там вот. Да я видел тебя. Меня там узнал сразу от зампобора до этого. А ты что, ебать, хайпануть, что заехал? Да, говорю, ну а что делать? Хороший хайп. Всем привет, меня зовут Ира. И такой вопрос. Если бы ты стал президентом, то какой бы страны и какие бы законы ты сначала принял? Я бы стал, я бы стал, я бы стал, конечно же, президентом Мексики. Ну и, соответственно, я бы законы там не менял никакие принципы. Расширил бы те, которые есть. Вот, Канкун берем и такие делаем еще. И все. Канкун 2 делаете, да? Канкун 2, Канкун 3. Потом делаем с Доминиканой коллаборацию. И все, там у нас поставки через вертолеты, блядь. А чем поставлять будете? Шляпы эти? Ты же в свое время любил эти... Что ты говоришь? Битбокс. Любил? Я? Конечно, еманое. Паша, о чем ты говоришь? Следующий вопрос. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Женя. Вот у меня такой к вам вопрос. Кто выглядит как лох больше, Вася или Коле из списки? Как лох. Как лох, да. Вася или Коля из списки? Вася это кто? Это Кудрявый. Да, Челябинский. А второго-то Притрушенный, да, селка тоже. Да, да, Кудрявый. Который на Леди Боя похож, да? Вот. На самом деле оба красавца, ну честно. Да, хорош. Коля интересный. Такой. Нет. Так и есть паса, блядь. Блядь, нет, значит. Такой. Знаешь, что я тебе скажу. Вот знаешь, Коля и есть Даня Милокин. Блядь, ну нет у них вот этого. Нет, харизмы нет, да? Васька челябинец, отчаянный пацан с душком, с ароматом, с разбегом. А второй он ручной просто, знаток, знаешь, Википедия, блядь. В чем узнаете о рэпе? О рэпе, знаю, все. А, бэбэ, 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 ты пошел, блядь. Кому это интересно? Покажи, что ты можешь. Ножом между пальцем похуячи. Жизнь покажи, ебаный. На картонах там на рассказе, ну. Коль, коль, на натуре, ебаный, блядь. У нас к тебе возникли вопросы, как бы, блядь, от пацанов. А уже нет вопросов давно. А, Коля, пизду, ёпта. Ничего не меняй, оставляй. Вот тебе крест, тебя накрыли, все, до свидания. Подождите, девушка, а вы как думаете? Я считаю, что Коля. Все, мы ее, значит, вы вместе. Он на глиста похож. Коль, ты на глиста похож, надо поесть, поесть. Коля, ебать в рот, ну ты что, не ест, блядь. Да он голодает. Мне кажется, что Вася его просто, ну, и не кормит. Дальше вопрос. Я, как женщина, хочу спросить, как вообще тебя терпит жена? Я бы давно тебя нахер послала. И как ты думаешь, почему Карина до сих пор с тобой? И что бы с тобой случилось, если бы она взяла и просто развелась бы? Боишься я ее, честно скажу? Нет. Не успокоится за тебя, переживает жена. Любит тебя. А да, вот я логически за нее и моей мамы, моей любимой. Молодец. Заявление написали, блядь, такое заявление, сука, я когда прочитал, я хотел, блядь, убиться просто. Ну потому что переживают за тебя, папа. Не знаю, я всегда ей говорю, не нахуй отсюда. Вон вещи, пиздуй мне похую. Я хуй клал, говорю, че ты у меня, хуй ты мне, блядь, тут рассказываешь, типа. И она такая, раз. Ну то есть она не обижается. И врезала бы его, нахуй. Да, и... Советуешь, Пашок, советую. Не, ну у меня своя клиника, как бы, блядь, то есть я там, ну, нахожусь постоянно. У меня, как бы, у меня там фри вход. Фри, да? Да. Ну только они, походу, тебе ничего не капают, я ебашу так, блядь. Исполняю я конкретно, как бы. Ну, но... Но это любовь. Да, у нас любовь, во-первых, и, во-вторых, исполнение, они, блядь, хоть что-то дали этому миру серому. Давайте уже спросим, какой Паша человек, расскажи нам по-настоящему. Она не в ведро, нам, тихо, тихо. Паша, заткнись, пожалуйста. Вот так, вот так живем. Да, такая любовь. Нет, Паша очень хороший человек, я с ним уже давно знакома, мы 9 лет вместе, и первые... до 16-го года все было замечательно, прекрасно, до появления неких препаратов. И многие, конечно, спрашивают, почему, почему я с ним, почему я что-то там терплю, потому что он прекрасный человек, как сам по себе. Да, именно вот какие-то вещества, они портят там, искажают его какую-то реальность, он ведет себя совершенно неадекватно, может слать меня нахуй, но я к тому привыкла, потому что, в принципе, я в ответ его так же посылаю нахуй, или вот, как ты говоришь, кладу его в рехаб. Потому что другого выхода нет, я хочу человеку помочь, потому что я его люблю. Мы вам желаем честного, счастья, искреннего, человечества. Вопрос с Басти, зачем ты хейтишь Джигана, ведь он и так старается, колет себя всякие химии, чтобы быть здоровым. Да. Вот. У меня абсолютно такая же история. Абсолютно такая же история. Блять. Конечно, сказывается на его мозгах, но все равно он же нормальный мужик, добрый, хороший. А я что его хейчи? Говорят, что хейчи. Он король петушар и все, что. Понятно. Самопризнанный и по-моему отличный. Даже на каэсерии? Ну он сам себя назвал, что он просто зачастил все петушары у него. Я не хочу, я к петушарам отношусь очень позитивно, спокойно. Выбрал жить петушарой он. Живи, яички. Да, да, да. Живи, живи как петушар, в этом же ничего нет. Будь добрый, позитивный, отзывчивый. Коли химию, там, что хочешь. Я к нему вообще отношусь очень позитивно. Ты что, вопросов нет? Смотрите, я может вызвать на промо ММА. Конечно, пусть позвонит мне, конечно, обязательно. И касаемо той, что Саша Емельяненко про него говорил, что чтобы он дал пиздюлей Джигану, когда будет бой. Ну я да, так и сказал, конечно. А что, кайф поставить, чтобы Джигану дали пиздюлей. Это не значит, что он плохой Джиган, просто это же бой. Я бы посмотрел, было бы смешно. Пьяный бьет толстого, блядь. Был бы просто угар. Это был лучший бой был. Сейчас другое время. Сейчас другие слова уже летают и фигурируют в общении между людьми. Слова, которые для меня, допустим, неприемлемы. Но это мое личное дело. А если серьезно, ну, персонаж прикольный, черт. А вот за ногти крашеные, что ты можешь сказать? Да мне вообще все равно. Да мне вообще все равно. Я стал уже стилем. Для меня петушара, это конкретно кто. Есть понятное определение этому. А то, что там красят ногти, ходят платья. Каждый травят, как хотят, стягаются на эту тему, веселятся. Если они вывозят за это, их никто не бьет. И они продолжают, допустим, гоняют, как хотят. Шотландцы, блядь, тысячу лет ходят в юбку. Но они вывезут. Они вывезут, ема, понимаешь? Все. Шотландцы покажут, что под юбкой, и все будет понятно. Да-да-да. До свидания. Пашок, как тортик? Нормально? Залетает? Охуенно. Я даже не думал сегодня вообще ни хуя. Братан, я тебе говорю, у вас такие тортики, что дуть не надо. Ребят, кушайте, потому что потом мы будем подбивать. Кто не ест, того спросит. Тот, кто не ест, тот Коля из списки. Понятно? А это двойной спрос. Это двойной спрос. Давайте дальше. Привет, меня зовут Дима. Здорово, Дима. Здорово. Ты второй раз уже задаешь вопрос, да? Нет. Давай, ладно. Назови три самых худших российских рэперов, вот прям, чтобы рэп говно. Бля, честно вот тебе сказать, я даже не знаю, ну и столько, по-моему, говняных. Я прослушал. Я жевал. За какие года тебя интересует? За все. По картотеке сейчас. За все. Давай Коле, есть Колин телефон? Бля, дайте Колю номер. Да, позвони Ваше, пусть и Коле телефон скинется в списке. Сейчас мы у Коли узнаем. Вася, ты что, дремишь, что ли? Колян, Колян рядом? Спите рядом? Нет. Коля, Коля, Коля нет? Нет. Короче, сказали, что Колян вообще трухлявый. Чего? Трухлявый Колян? Да. Да. Что дерево в жопе не держится. Да, ну мы не... Не, ну это хуй с ним, мы вывезли. А вот вопрос был в трех хуевых самых рэперов за все время, которое ты слушал. Российский. Российский. Российский, а? Три. Да, группа Белые Братья, короче. Да, нормальная еще была группа-то, епта. Дальше, номер два, Белые Братья, раз. Белые Братья, раз. Вторая, Эн Панс. Эн Панс, Эн Панс. Понял. Эн Панс, да. Так, номер три, короче. Тебе массажно белую-то или что? Блядь, скажите честно, может это не вовремя звонок, блядь. Родной, тут флэрчик покрепче налили, за тебя специально. Башок, а ты же в рехап уехал. Да вы... А-а-а, подожди, короче, номер три. Кальмар, блядь. Ага. Да, я согласен. Спасибо, Вась. Давай, снимите Вася, это был Вася. Васька! Спасибо большое, Вася, что был с нами. Следующий вопрос. Дай открою, Паша, в нем блюлся. Саша с изолятина. Я думал, Саша с изолятора, блядь. Думаю, блядь. Блядь, где-то отсюда, где-то, ебать. Скички. Блядь. Солятина тебя не смутила, да? Саша с изоляцина. Всем привет. Саш, привет. Меня зовут Саша. Паш. Сужел я. Паш, в последнее время ты ничем не занимаешься, лежишь на диване, записываешь истории. Вопрос. Сколько и на чем ты сейчас зарабатываешь? У нас шпицы есть. Я занимаюсь разведением шпицев. Да там немного, сто тысяч. Шпицев или шприцев, брат? Шпиц немецкий. А в него можно засунуть что хочешь там. Вот на них. Попадался шпиц с сюрпризом? Мне нет. У нас чистокровные. Также я занимаюсь рисованием картин. Писанием, вернее, картин. Пишу. А продаешь? Ну, блядь. На выставках. Сколько стоит твоя самая дорогая картина? Ой-ой-ой. Она бесценна. А вот самая дешевая где-то 600 тысяч. Нормально. На нахуены. На ней там изображены все рэперы. И Коля этот, блядь. С пиской. И Вася с Колей. Да, Вася. Сейчас пока я нахожусь в рехабе, да. Я не могу там ничего заработать. Жопу там в прямом эфире показать, да. Но уже это, сука, забанили, пидорасы ебаные. То есть уже, ну... Кормилицу уже не покажешь, да? Не покажешь, да. А так самая главная музыка. Хип-хоп. Я же старый рэпер. Ты-то в курсе, правильно? Я в курсе, да. Ну вот. Всем привет. Меня зовут Стас. Фамилия? Голубев. Голдин. Пошел. Говорят, что ты приехал на шоу из рехаба. Как ты себя чувствуешь? И что с тобой делали, чтобы привести тебя в норму? Бля, ну да. Все уже знают. Переехал с рехаба. Ты там был? Нет. Но там ничего страшного. Это не тюрьма даже. Тебя прокапывают таблетки, уколы, вся хуйня с психиатрами. Общаешься. Борешься со своей зависимостью. Вот у меня зависимость от одного препарата. Мы ее лечим. Ну ее излечить невозможно как бы. И это я знаю. Мы пытаемся все равно как-то рецепторы немножко закрыть. Они у меня очень... Рецепторы по ша... Разгулялись. Разгулялись конкретно. Вот. А то, что ты там еще сказал про рехаба. Пошел к нахуя, ты доводишь себя до такого состояния. Ой, блядь. Или трезвый Паша техник никому не интересен. С чего ты взял? Ты его видел трезвого? Да вот сейчас сижу трезвый абсолютно. С двухкапельниц только уехал. Ебто, блядь. Следующий вопрос. Всем привет. Меня зовут Саша. Привет, Паш. Привет, Василий Михайлович. О-о-о. Как ты назвал? Василий Михайлович. Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Паш, вопрос к тебе. Правда, что в тюрьме есть чуваки, которые звонят и представляются из банка, чтобы заработать бабла? Да, такое было. Так звонят до сих пор, кстати. Мошенники, это такие говеные мошенники, которых, у них отслеживают. Там есть же, блядь, такая хуйня, как карта, блядь, вот этого. Ну, биллинга. Биллинга, да. И прям показано, с какой точки было. А если там, ну, грубо говоря, какой-нибудь Новосибирск, там одни лагеря там, вот эти беспонтовые. И там, естественно, видно, ну, с какого лагеря было что. Ну, они просто рандомные номера набирают, да, и разводят? Или как это происходит? Бля, братан, я этой хуйней не занимался. То есть ты, Пашок, никому не говорил, не звонил, и я говорю, старина. Не, я... Чего, Паша, придушай, где-то стал? Кому ты помогаешь? Чего ты делаешь? Бля, пиздец, чего вы терзаете? А мне его засрать хотите? Спроси про вдохновение что-нибудь, про музыку, про, бля, настроение. Как дальше жить? Что делать будет? Вот это спроси. На хуй человеку о тюрьме напоминаете? Я такой срок отмотал, ёпты. Прости, Паш, прости. Да ладно, ёпт, бог прости. Да ладно, на колени стоишь. Следующий вопрос. Меня зовут Полина, и мой вопрос звучит так. Паша, у тебя же есть сын. Когда он вырастет и посмотрит на весь трэш, который ты натворил, как ты думаешь, что он скажет? Спасибо. Я думаю, он ничего не скажет, потому что ему сейчас два годика, да? Ну, в 14 он так более-менее сможет. Хотя нет, ну ладно, да. Ну да, то есть вопрос, когда он вырастет именно и посмотрит, что он скажет. Да, ну ему друзья покажут, а он скажет, блядь, это мой батя, а ему скажет, блядь, натуре твой батя, ебать тот день. Ебать, ебать, ебать. Да, ебать, пойдем, позови его на улицу, пусть с нами потусуются с малышами. Я вижу эту наперед историю. Всем привет, меня зовут Ясмина. Паш, у меня такой вопрос. Сколько книг ты прочитал, пока был в тюрьме? И какая твоя любимая? Бля, вот в этот раз в тюрьме прочитал книжек, наверное, всего 10. И читал я, читал я. Кастанеду один раз. Этого, как его зовут, сейчас скажу. Пелевина книжка была, такая, ебал дремал. Газеты там еще читал. Новости Рязани, вот такую хуйню. Что в Рязани, по Рязани, что вообще? По Рязани, там пандемия сейчас. Ну такая любимая какая? Моя любимая? Жена. А, твое отношение к ЛГБТ? К ЛДПР? К ЛДПР. Ну знаю, там пару человек с ЛДПР. К ЛБТ. ЛГБТ, а не какой ЛДПР. Сейчас становится нормой, как ты считаешь? Так и должно быть. Не-не-не, перекрестись. Я тебе говорю. У меня, ну, блядь, как ответить на этот вопрос? Нормально. Скажи, чтобы, знаешь, подожди, я подскажу сейчас. Скажи, у каждой сам делает сложный выбор, и пусть делает так в своей жизни, будет сам себя хозяином своей жизни. Все. Ну сложно повторить. Решай сама, малыш. Спасибо. Не, ну, к девчонкам в этом плане я отношусь как бы... Поддержка. Молодцы. Хуй. А вот пацаны, пацаны, ебать вас нахуй. Топорами, блядь, пиздить. Ну, реально... Ты чё, я бы сейчас транса бы какого-нибудь, такого, жесткожопого такого, отхуячил бы вообще. Если бы сигары, вы кубинские. В прямом смысле. Давайте дальше. Добрый вечер. Меня зовут Валерия, и у меня такой вопрос. Пока один красавчик откинулся, это я про тебя, Паша. Второй скоро сядет в тюрьму. А это я уже про Юрия Хованского. Итак, какой бы совет ты дал человеку, который скоро сядет в тюрьму? Ну, Юрия Хованского мне, не знаю даже, что ему пожелать. Он уже сидит в тюрьме. Ну... На крестах он же сидит. Он в СИЗО же сидит. В СИЗО. Ну, возможно, он скоро сядет и надолго. Не только в СИЗО. Нет, там как бы статья, по-любому за неё пять лет даёт. Ну, вот и какой совет ты бы дал? Ну, ему хуёв. Не отчаиваться. Ему я... Ну, да, пиши письма Ларину, блядь. Угорай, блядь. Похуй на всё. Там, не знаю, чисто чмыри там петухов. Пользуйся моментом. Блядь. Ну, чё я ему могу пожелать? Удачи. Да, и удачи, кстати. Фарту масти... А дальше нельзя говорить. Да. Вечно. Вечно. Почему ты думаешь, Хованцкому будет сложно в тюрьме? Статья такая... Ну... У нас страна не любит терроризм. Да. Никак. И к 205-м вот этим... Одни там, ну... Отдельные лагеря, где постоянно пиздят. Там вот эти пытки, хуетки. Ну, как бы он поймёт это всё. Я ему, конечно, не желаю этого всего. Ну, пусть держится. Он, может быть, сейчас вообще смеётся. И у него всё там... Ну, годик-четыре ему въебут. Как здравствуйте, да? Да вообще просто добрый вечер. Везде. Ну, нехуй так. Надо было думать. Да, надо было. Хотя, с другой стороны, вот за что его посадили? Песня-то вышла, блядь, хуй знает когда. Ну, доброжелатели откопали. А как свелить, блядь, старое, с новыми законами? Это то же самое, что... У нас нет такого срока действия по этой статье. Тяжкая статья. Блядь, я не знаю, я только старался, изучал кодексы. Роликсы. Кадыки, кадыксы. Всем привет. Привет, братуха. А причёска разъём, бил? Бля, братуха, ролл там знатный у тебя. Блядь, блядь, блядь. Ебать. Ты химичил или по жизни такая? Химичная. Я, блядь, знал, ставчик там... Бля, помазок, да, возит, да? Да, как всё... Мохнатку прячет, как в тайник, зарядку и... И тройку, и тройку, и наушники. И наушники. Когда начнёшь делать нормальную рекламу в Инсте, а не всякое говно? А если я буду делать нормальную рекламу в Инсте, кому она нахуй нужна будет? В каком магазине ты покупаешь кроссов? Ты какие шмотки носишь? Ну почему? Ведь существует огромное количество магазинов. А делаешь говно, его все вот так вот скидывают, говорят, нихуя вообще. Это же надо было так исполнить на компании Мегафон. А я просто... В Инсте просто только не рекламировал, наверное, концерты Джигана. Ой, Джигана. Я занимаюсь многими вещами. Всё впереди. Там сидит мой менеджер, он расскажет, зажили-были. Ну вообще, жизнь будешь менять как-то? Да, конечно. Он начнёт, когда ты пострижёшься. Паш, респект. Всем добрый вечер. Вопрос будет очень серьёзный. Юрий Дудь в своём интервью перестал спрашивать людей, когда они последний раз дрочили. Паш, я хотел спросить вопрос, когда? Да. Я последний раз дрочил. Позавчера. А вопрос... Ой, ответ честный? Нет, я тебя наёбываю, блядь. Пиздец ты. Такой ты весёлый, блядь. Эта передача выйдет? Конечно, ты что, говоришь, но эта передача не то, что выйдет, она уже начинает выходить. Она в прямом эфире, Паша, идёт. Смотри, у нас есть несколько заведений, и те, кто не смогли задать тебе вопрос впрямую, они записывают видео и отправляют его нам. Мы покажем сейчас этот вопрос тебе. Даже такая хуйня есть? Вот смотри, смешная, да, как в Советском Союзе. Бля, нормально. Утренняя почта. Здравствуйте. У меня вопрос к Паше Технику. Правильно ли поступила Валя Карнавал, что засветила свою переписку с Егором Кридом у себя в клипе, и что выставила его слабым? Наверное, правильно, наверное. Нет, его там нет в телевизоре, он здесь, Паше. Наверное, правильно, но я не знаю, не в курсе, честно, что Валя Карнавал, там, Игорь Корнелюк, блядь. Не, Игорь Крид. Фу, Игорь Крид, ёпт. Игорь Крид, это с другой стороны. Егор, Егор Крид и Валя Карнавал, что думаешь? Фу, не узнает, как ответить на этот вопрос, друзья. Сергей, как его звали, Сергей? Сергей, ебать тот день, натуре, я не знаю. Зайди, Басти, похавай ребрышек. Он уже хавал, сидел. Мало взял, блядь. Мало взял, плохо ел. Дорогие друзья, давайте поблагодарим нашего гостя, замечательного Паша Техника. Сейчас мы должны будем проголосовать. Если, по вашему мнению, Паша Техник был нечестен, вы поднимаете черную свинью. Если был честен, понимаете красного динозавра. Вась, что это за хуйня? Ну что, готовы? У меня с собой только, блядь, полторы тысячи. Я уверен, что тебя все любят и все поднимут красные. Поднимайте. Паш, все за тебя. Паш. Это точно за меня? Блядь, брат, ты легенда. Ты легенда, брат. 172 тысячи, ребят. Вась, ну что тебе эти 172 тысячи? У тебя Sky, блядь, Ростов, еб ты. А я туда еще больше. Рвут сейчас жопы нам. На первом месте, брат. На первом месте. Еще раз аплодисменты нашему замечательному Паше. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...